Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Отдохнули без происшествий. В Самарской области новогодние выходные прошли в спокойном режиме. Сияет так, что видно из космоса. Самарцев этой зимой удивили новой праздничной иллюминацией. За испорченный обед деньги вернули. Самарцам, отравившимся в августе в ресторане японской кухни, выплатили компенсацию. Самару выходные накроют снегопады. Метеорологи рассказали, какую погоду ожидать в ближайшие дни. Кадровые перестановки в областном правительстве. Региональный департамент туризма возглавил Артур Абдрашитов. Новогодние праздники в Самарской области прошли без чрезвычайных происшествий. Особое внимание в эти дни уделили обеспечению бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. По данным Главного управления МЧС России по Самарской области, в регионе не зафиксировано крупных коммунальных аварий. Произошло 13 технологических инцидентов, но все они были ликвидированы в течение 12 часов. На оперативном совещании губернатор Дмитрий Азаров поручил руководству Министерства энергетики и ЖКХ и главам муниципалитетов не снижать бдительность, особо контролировать состояние систем теплообеспечения. Глава региона подчеркнул, необходимо пристально следить, в том числе за состоянием газового оборудования в многоквартирных и частных домах. Ведь с начала отопительного сезона уже зафиксировано 19 случаев отравления угарным газом. Временно исполняющему обязанности министра энергетики и ЖКХ Михаилу Татаринцеву поручено проанализировать случай отравления газом и понять, какие организации обслуживали дома, попавшие в печальную статистику. Коллеги, это говорит и о подготовке к праздничным дням, безусловно, и о том, что дежурства, которые были организованы на уровне правительства Самарской области, муниципалитетов были проведены качественно, необходимые меры принимались, и принимались они своевременно. Без происшествий прошли и массовые гуляния в Самаре. В городе праздничные площадки посетили более 400 тысяч людей. Самарцы и сейчас стараются сохранить новогоднее настроение и с удовольствием прогуливаются по празднично украшенному городу. Где сияет ярче всего, расскажет Елена Малютина. Театрализованные концертные программы, спектакли, новогодние утренники, рождественские елки. За новогодние каникулы в Самаре провели более 6 тысяч праздников. В масштабных гуляниях приняли участие более 400 тысяч людей. Самарцы стараются сохранить новогоднее настроение и с удовольствием прогуливаются по празднично украшенному городу. Просто вообще не налюбуемся. Очень красиво. Город вообще разукрашен до такой степени. Я живу на Ленин-1, там вообще все тоже сверкает. У нас там парк тоже есть. Великолепно все сделано. Новогодними цветами по-прежнему сияет площадь Куйбышева. После новогодних праздников сюда продолжают приходить сотни людей. Здесь работают два катка, зимняя горка и праздничный комплекс. Радует глаз яркая иллюминация на елках. Здесь не одна пушистая красавица, а целых семь. Все деревья огородили ледяными блоками с морозными узорами и внутренней подсветкой. А еще второй год подряд используют медиагирлянду. Самара украшена очень хорошо. Не везде еще были, но все очень понравилось. Площадь Слава – одно из, наверное, самых красивых мест в городе. Очень понравилась площадь Куйбышева. Вообще инсталляции много не бывает. Это элементы праздничного настроения города, элементы, приносящие радость горожанам. Поэтому Самара украшена прекрасно. В этом году просто радует глаз. Радует глаз самарцев сохраняет новогоднее настроение и сказочное убранство на склоне у площади Славы. Светящиеся снежки, пирамиды, волны и масштабный светодинамический фонтан. Общий вес украшений – 4 тонны. Впервые в истории города на площади Славы залили каток. Он может принять одновременно до 150 человек. Насладиться зимними развлечениями сюда приходят сотни самарцев. Этой зимой оборудовали более 120 бесплатных катков в городе. В совокупности художникам удалось воссоздать вот такую иллюзию красивого новогоднего рождественского представления. Им это удалось, за что им большое спасибо. Для создания праздничного декора на улицах, площадях, в скверах, парках специалисты использовали гирлянды, светодинамические фонтаны, фигуры и инсталляции. Только деревьев украсили более тысячи. Это отлично влияет на водах самарцев, потому что и ребенку хорошо, и взрослым хорошо. Всем отлично, все радуются. Настроение новогоднее, рождественское. Поэтому все отлично. Все инсталляции и катки будут работать до начала весны, в зависимости от погодных условий. Елена Амалютина, Николай Сидоров, События. Городскую иллюминацию видно даже из космоса. Самарский космонавт Олег Каноненко с орбиты Земли сфотографировал Самару и ряд других городов России. Его работы опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей «Роскосмос». На них можно увидеть города с высоты 420 километров. Жителям Самары фотографии очень понравились. Некоторые горожане посчитали, что областной центр на снимке напоминает птицу. Катание с горок – любимое всеми зимнее развлечение. А санки-ватрушки – большое удовольствие, когда знаешь, как с ними обращаться. Врачи напоминают, зарядиться адреналином можно и без вреда для здоровья. Как сделать так, чтобы веселые катания на тюбингах не закончились травмами, узнала Мэри Елчан. Простой запрос в поисковике со словосочетанием «разбились на ватрушках» выдает десятки новостей. В Омске жительница разбилась насмерть. В Приморье пострадала девочка. Самара тоже попала в эту печальную статистику. В минувшие выходные под Тольятти пострадали женщина и ребенок. Санки-ватрушки, не успев появиться, сразу завоевали сердца любителей активного отдыха. На так называемом тюбинге, ярком надувном круге с донышком, катаются все от мала до велика. Но если спускаться с горы в неподготовленном месте, развлечение может обернуться трагедией. Как показал опрос, жители Самары правила безопасного катания на ватрушках знают, но экстремальные горки их привлекают больше. Нам нравятся большие крутые горки, да? А деревянные, они там безопасные. А здесь можно рисковать. Ну, мы там на самом деле катались и здесь. Вот, по-разному. Одним из опасных мест для спуска на ватрушках считается склон в загородном парке. Но получать удовольствие от катания на тюбингах можно и без риска для здоровья. Здесь есть и оборудованные трассы. Хорошая горка, отлично. Вот, мы не первый раз здесь ходим. В принципе, постоянно рядом здесь живем. Вот, поэтому постоянно ребенка сюда водим. Ему очень нравится. Нам тоже очень нравится. Горка безопасная. Ребенок один ездит. Вот, можно оставить, отойти куда-нибудь. Ватрушка – один из самых опасных видов отдыха зимой. При спуске с трассы тюбинг набирает высокую скорость и вращается вокруг своей оси. Поэтому тормозить и управлять надувными санками невозможно. На спусках, вдоль которых растут деревья, высоки шансы получить травмы. Поэтому необходимо кататься только в строго отведенном для этого месте. И перед каждым спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся. Травмы возрастают, соответственно, с весом. Потому что скорость, чем человек больше весит, тем скорость быстрее набирается. Независимо от длины горки. Соответственно, травмы – это, как правило, перевороты. Травмируются коленные суставы, травмируются голеностопные суставы. И зачастую получается черепно-мозговая травма. В Самаре для безопасного катания есть оборудованные горки во всех парках Самары и на площади Куйбышева. Соблюдая несложные правила, вы сможете обезопасить себя и окружающих от возможных травм и повреждений. И не пополнить печальную статистику. Мэр Елчан, Василий Калдашов, События. В Самаре следователи выясняют причины гибели подростка. Тело 16-летнего мальчика без признаков жизни нашли в одной из квартир дома в железнодорожном районе 3 января. Как отметили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, смерть юноши не была насильственной. Вскоре сотрудники Куйбышевского следственного отдела завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Определить причину смерти подростка поможет судебно-медицинская экспертиза. Пока ее результаты неизвестны. Ранее появилась информация, что в кармане погибшего нашли контейнер с жевательным веществом снюс, а рядом с телом энергетический напиток. Отравившимся роллами самарцам уже выплатили более 1 миллиона рублей. Об этом говорится в решении арбитражного суда Самарской области. Напомним, в конце августа прошлого года в больницу с признаками пищевого отравления обратились 63 человека, которые ели продукцию ресторана «Фарфор» на улице Запорожской. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители сальмонеллы. «Фарфор» при этом заявлял об обнаруженном у сотрудников ротовирусе. 5 сентября Советский райсуд приостановил деятельность организации на 60 суток за нарушение требований СанПИН. 13 сентября приставы опечатали все кухни сети ресторанов в Самаре. Кроме того, по факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. В сентябре же в паблике «Фарфора» появилась запись о возобновлении работы трех кухонь и сокращении зон доставки. Помимо компенсации, которую должен выплатить ресторан, на него еще наложили штраф в размере 600 тысяч рублей. Представители общепита пытались оспорить это решение, но суд в иске им отказал. А теперь коротко о других темах дня. Самолет авиакомпании «Ир-Аэро» около 16 часов не мог вылететь из Самарского аэропорта. Плановое время вылета в Оренбург перенесли с 7 утра на час дня. Напомним, минувшей ночью в аэропорту Самары экстренно сел самолет из московского Домодедова, направлявшийся в Оренбург. Пассажиры вылетели из столицы вчера в 19.00, однако до сих пор не добрались до пункта своего назначения. Еще одно воздушное судно, следующее по этому маршруту из-за плохих метеоусловий, в аэропорту Оренбурга экстренно приземлилось в Уфе. В Самаре сегодня частично перекроют одну из главных магистралей города – улицу Новосадовую. Виной всему авария на водоводе. С 9 часов вечера до завершения работ будет частично ограниченное движение транспорта по Новосадовой в районе Постникового оврага. Направление из города сообщили в твиттере представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Скажется ли перекрытие улицы Новосадовой на движение общественного транспорта, пока не уточняется. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки. В этом году в Самарской области планируют установить 300 новых камер видеонаблюдения. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Предполагается, что они будут внедрены в действующую систему «Безопасный город». Согласно документу, новые камеры появятся в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани и Октябрьске. Большая часть устройств будет установлена в Самаре. Подготовка проектно-сметной и рабочей документации обойдется бюджету Самарской области в 25 миллионов рублей. Несколько предприятий Самарской области вошли в прогнозный план приватизации на 20-22 годы. Документ опубликован на сайте правительства России. В итоге три предприятия готовятся к продаже с частной руки. Это Самарский племзавод «Кряж» и специализированное ремонтное предприятие номер 3, которое находится в селе Подстепновка Волжского района. Помимо этого, федеральные власти намерены приватизировать Самарский дезинфекционный центр города Самары. Также правительство России планирует к продаже часть набережной Волги в Комсомольском районе Тольятти. Причем приватизировать будут как саму набережную, включая территорию пассажирского вокзала, так и причалы. Жители Самары смогут найти развлечения около Самары-арены и после новогодних праздников. Там продолжит работать Олимпийская деревня. Об этом сообщили в региональном Минспорте. В парке будут работать катки, горки, лыжня, инклюзивный парк. Напомним, Олимпийскую деревню открыли 28 декабря. Новый год там встретили 20 тысяч человек. Трудились, не покладая рук. За новогодние праздники региональный оператор вывез из Самарских дворов более 20 тысяч тонн мусора. Остались ли довольны работой коммунальщиков местные жители, знает наш корреспондент Анатолий Головко. Пенсионерка Тамара Николаевна живет в многоквартирном доме на Вольской. Женщина ежедневно следит за работой регоператора. По ее словам, коммунальщики относятся к своим обязанностям ответственно. Контейнеры всегда чистые, отходы вывозят вовремя. На площадке порядок. На протяжении 9 лет я наблюдаю за вывозкой мусора с окна. И всегда у меня сердце радуется на этих работников, аккуратных, порядочных. Очень хорошо убирают в одно и то же время. В новогодние праздники сотрудники регоператора тоже не отдыхали. На зимних каникулах специалисты вывезли из Самарских дворов более 20 тысяч тонн мусора. Для этого пришлось задействовать около 400 грузовиков. По словам представителей коммунальной компании, тарифы в 2020 году расти не будут. На 2020 год тариф остается без изменений. Сотрудники колл-центра признаются, жители Самарской области хотели оплатить все долги до наступления Нового года. Шквала звонков не было. Все хотели оплатить до Нового года, все свои долги по платежам. Касаемо невывоза мусора, звонков было очень мало, 29 зафиксировано только. В ближайшее время регоператор планирует заняться переработкой новогодних елок. Деревья будут дробить, после чего эко-материал отправят в конно-спортивные клубы и в Самарский зоопарк. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Традиционных крещенских морозов в этом году не будет. Непривычно теплая зима продолжает царить на территории всей страны. Причина аномальной погоды, поясняют специалисты Росгидромета, в том, что до сих пор не сформировался классический сибирский максимум. То есть зона высокого давления. Обычно он образуется в это время над Западной и Восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией. Эта зона держит теплый воздух и идет выхолаживание. Потом холод распространяется на Урал и в Центральную Россию. Что касается Самарского региона, на ближайшие несколько дней сюрпризов от небесной канцелярии не ожидается. Прогноз у нас на ближайшие дни, в принципе, не будет очень отличаться от того, что мы уже имеем. То есть в ночной части где-то температура в районе 6-11 градусов, а днем от 0-5 до 3-8 градусов мороза. В отдельные дни по территории области может отмечаться туман. Ветер будет не очень сильный, где-то 5-10-3-8 метров в секунду. Департамент туризма Самарской области сменил своего руководителя. Новый руководитель приехал из Республики Татарстан. Напомним, до этого департамент возглавлял Михаил Мальцев, который покинул свой пост в апреле прошлого года. Новым главой стал Артур Абдрашитов. Ранее он работал заместителем председателя Государственного комитета Татарстана по туризму. Отметим, что новому руководителю 30 лет и он родился в Казани. Он окончил Университет культуры и искусств, а также прошел обучение в Российском государственном университете туризма и сервиса и в Высшей школе Государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. С 2016 по 2019 год Артур Абдрашитов занимал пост зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму. С прошлого года он был руководителем Центра туристских стратегий и проектного управления Удмуртии. Баскетболисты Самары начали 2020 год победой в первом полуфинальном матче Кубка России против Уралмаша. Игра состоялась в пригороде Екатеринбурга. Волжане удачно начали матч, но хозяева быстро перехватили инициативу и уже к концу первой четверти сделали разницу в счете двузначной 10-21. Стоило самарцам чуть сократить разрыв, уральцы снова ускорились, восстановив преимущество. Но перед большим перерывом Самаре все же удалось еще раз чуть подобраться в счете 27-35. Третья четверть стала ударным отрезком для Волжан. Разница в счете сокращалась с каждой минутой, а в конце игрового отрезка Самара и вовсе вышла вперед 52-48. Сбавлять темп волжане не стали и в заключительной четверти и не позволили хозяевам вернуться в игру. 70-61. Самарцы создают себе неплохой задел перед ответным домашним матчем, который состоится в МТЛ-арене 13 февраля. Ну а далее о других спортивных новостях. В российском футболе сейчас перерыв в чемпионате. Это время и зимнего трансферного окна, а потому вокруг игроков крыльев советов множество слухов об интересах со стороны других команд. Главное внимание приковано к атакующим футболистам Антону Зиньковскому и Александру Соболеву. По информации спортивных СМИ Антоном интересуются питерский «Зенит», столичный локомотив и французский «Ли». Александра, одного из лучших голеодоров чемпионата, хотят видеть у себя в составе казанский рубин, столичный ЦСКА и локомотив. Сам нападающий хочет после самарской команды продолжить карьеру в европейском клубе. Сами крылья, в свою очередь, хотят в зимнее трансферное окно приобрести полузащитника СКА Хабаровска Владислава Камилова и 19-летнего нападающего Гая Мбензу. Сейчас конголезиец выступает за клуб «Стат Тунизьен». В нынешнем сезоне Гай забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 12 встречах чемпионата Туниса. В гонке бомбардиров турнира Мбенза делит второе место с тремя игроками. В высшей хоккейной лиге состоялась уже четвертая дерби 63-го региона. Между собой встретились Самарский ЦСКА ВВС и Тольяттинская Лада. Три предыдущие игры остались за автозаводчанами. Из первых минут очередной встречи стало ясно, что эта традиция не изменится. Тольяттинцы стараниями Артема Артемова и Игоря Угольникова повели со счетом 0-2. В середине матча Угольников оформил дубль. Форвард Лады в меньшинстве убежал к воротам бывших одноклубников. До межсезонья он защищал цвета самарской команды. 0-3. Вскоре самарец Сергей Скворцов вернул интригу матчу. 1-3. Но это все, на что хватило игроков ЦСКА ВВС. В третьем периоде автозаводчане забили сразу четыре безответных гола. 1-7. Итоговый счет матча. В турнирной таблице команды идут на диаметрально противоположных позициях. Лады на пятом месте, а ЦСКА ВВС на шестом с конца. Самарские теннисистки продолжают подготовку к первому турниру Большого шлема в этом году. Австралиан Оупен должен стартовать 20 января. Но из-за пожаров на континенте соревнования могут перенести. А пока спортсмены выступают на предварительных турнирах. Воспитанница Самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого раунда в Брисбене, уступив чешке Петрик Витовой 6-2-1-6-0-6. А уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал в новозеландском Окленде. Во втором круге она проиграла 18-летней представительнице США Аманде Анисимовой, посеянной на турнире под третьим номером. Со счетом 2-6-4-6. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самара Гис на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин